Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу». 4 марта в Москве состоялся координационный совет движения волонтеров-медиков, где было принято решение открыть в Магадане новое региональное отделение. Костяк членов этого движения составят студенты медицинского колледжа, а их деятельность будет координировать педагог-психолог медколледжа Ольга Ливон. И сегодня мы с ней побеседуем. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Ольга, как давно в Магадане существует направление волонтеров-медиков? Волонтерское движение медицинского колледжа существовало всегда. Оно неразрывно связано с жизнью медицинского колледжа. Студенты осуществляют различную деятельность. И с 4 марта в городе Москве просто утвердили нас, как волонтеров-медиков, официально. Поэтому сейчас мы будем работать под этой гидой. А что изменилось, когда вас утвердили официально? Может быть, для вашего движения появились какие-то новые возможности? Конечно, появились. Это огромнейший дидактический материал, это методический материал, это новые знакомства, обмен опытом. То есть для наших студентов это огромная практика. Ольга, сколько сейчас человек состоит в этом движении и какую помощь они оказывают? Почти каждый третий студент-медик медицинского колледжа работает по какому-то направлению волонтерской деятельности. Расскажите, пожалуйста, какие направления бывают, какую помощь они оказывают? Студенты медицинского колледжа оказывают волонтерскую помощь не только в медицинских направлениях, но и в социальных. Многие работают в группе милосердия, помогают пожилым, престарелым людям, инвалидам, поздравляют с различными праздниками, устраивают концерты, помогают осуществлять мелкий ремонт, поддержание санитарно-гигиенических норм среди такого контингента населения. Также волонтеры-медики помогают детям из детских домов, участвуют в различных акциях, связанных с этим направлением. Что касается медицины, наши студенты помогают пациентам в Магаданской областной больнице. А какую именно помощь они там оказывают? Проводят мелкие манипуляции, помогают, допустим, сопровождать пациента, помогают кормить, ухаживать за пациентом в различных отделениях. А как вообще пациенты относятся к их деятельности? То есть они знают, что он волонтер-медик, они доверяют ему как именно медику? Ну, студенты не оппозиционируют себя как волонтеры. Я волонтер, я буду сейчас вам помогать. Студенты приходят прежде всего как будущие медицинские работники. И волонтеры – это такое внутреннее состояние больше. Они помогают как-то бескорыстно, что ли, то есть не оппозиционируя себя, и просто осуществляя свою повседневную деятельность, практическую деятельность. Я знаю, что в рамках волонтерства вы проводили еще акцию «Добро в село». Расскажите, пожалуйста, что это была за акция, где ее проводили и как вообще она прошла? Наши студенты помогали выездной бригаде врачей в отдаленных районах Магаданской области. Помогали населению в проведении каких-то мелких медицинских манипуляций. Мерили сахар, измеряли давление. То есть все, что скажет врач, все делали наши студенты. А как вообще сами студенты относятся к волонтерской деятельности? Охотно ли они ей занимаются? Мы пытаемся воспитать в наших студентах, что волонтерство – это не тот случай, когда нужно уговаривать или настаивать. Это должно быть у медиков само собой разумеющееся. То есть студент, медик и добровольчество – это неразрывные связанные понятия, которые, естественно, формируются не сразу, которые… Нужно понять, что ты доброволец, конечно. И я думаю, что наши студенты, как никто в добровольчестве, они себя показывают. А что вообще дает студентам именно участие в таком движении? Для них, что они сами для себя получают? Практика формирует опыт. Я не устаю об этом повторять. И, конечно, наши студенты, они приобретают этот опыт, именно работая с различным контингентом населения. Именно обучаясь говорить, обучаясь слышать проблему каждого, независимо от того, независимо от религии, расы или какой-то социального положения. Студент, доброволец, студент-медик, волонтер-медик должен к каждому подходить на равных прежде всего. И, конечно, студенты в этом плане учатся, саморазвиваются. Это и практика какая-то в дальнейшем? Это практика в дальнейшем, безусловно. Мы говорим о том, что сейчас в движении состоят только студенты медицинского колледжа. Может ли вообще студент какого-то другого колледжа состоять в этом направлении? Теоретически волонтером-медиком может стать любой совершеннолетний житель города Магадана. Сейчас мы планируем работу с населением, планируем привлекать население города Магадана к данной деятельности. Наши студенты-медики готовы курировать, так скажем, не медиков и оказывать им помощь в том, чтобы волонтером стал любой совершеннолетний житель города Магадана и области. А где можно посмотреть информацию, то есть как вступить в ваше движение? Для размещения предложений по работе волонтеров-медиков и если вы хотите стать волонтером-медиком, вы можете оставить ваши вопросы на сайте медицинского колледжа. И также у нас есть группа ВКонтакте, где мы рассматриваем различные предложения. Вы можете посмотреть нашу работу и ждем новых каких-то совершений в этой области. А обратиться как можно к вам за помощью? То есть если я житель Магаданы, мне необходима помощь волонтеров-медиков. Как можно с вами связаться? На сайте медицинского колледжа есть все контакты. Вы можете по этим контактам с нами связаться и мы вам, естественно, поможем. Какие планы на ближайшее время? Где будете принимать участие? В каких может быть акциях? Где будете оказывать помощь? Самая ближайшая акция – это акция 24 марта. Посвящена она Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Называется «День белого цветка». И мы будем работать с образовательными учреждениями города Магадана. Будем проводить акцию, посвященную данному дню. Ольга, спасибо за беседу и удачи. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня мы беседовали с координатором регионального отделения волонтеров-медиков Ольгой Ливон. До свидания.